Рапид – слово заморское и рядовому человеку малоизвестное. А вот шахматисты знают, что рапид – это быстрые шахматы, и партия длится больше 10 минут, но меньше часа. За это время простому любителю игры даже с мыслями не собраться, не то что мат поставить. Мы тоже решили посоревноваться, а чтобы уж совсем не ударить в грязь лицом, выбрали соперника помладше. У нас 15 минут. Традиционно партия начинается с рукопожатия. Ага, все как следует. Вот, например, мне мат за 5 минут. Как выяснилось позже, новичков здесь нет. У всех разряд. Дети угрожают взрослым. В переносном смысле, конечно. Ну, если соперник более сильный, то, скорее всего, партия закончится в ничью. Ну, ты часто предлагаешь ничью? Нет, я вообще не предлагаю. Либо мат, либо прейд. В первых рядах грузмейстеры из разных городов страны. Это чемпионы России и даже Европы. Вообще же шахматисты люди не капризные, но во время партии требуют тишины. А еще, как выяснилось, они суеверны. Интервью давать раньше времени и рассуждать об игре заранее явно признак того, что удача отвернется. Чем старше становился, тем меньше ритуалов, меньше обращаешь на какие-то мелочи внимания. Есть еще пара примеров, что упал король. Может привести к неплохому результату. Всего же в соревнованиях приняли участие больше 120 человек. Для грузмейстеров это серьезное событие. Для тех, кто помладше и просто любителей, место ценить свои силы. Играют в шахматы как малыши, так и ветераны. Особо хочется отметить проект шахматы в школе. Почти все школы Алтайского края задействованы в этом проекте. И школьники получают начальное шахматное образование. Среди алтайских шахматистов грузмейстеров пока нет. Но может быть, будущие профессионалы именно здесь. Вдохновятся победой столичных игроков и это станет стимулом к дальнейшим победам. К слову, победители этого этапа будут соревноваться в российском финале по быстрым шахматам уже в конце года. Он пройдет в Ханты-Мансийске. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.